Комитет России, ровесник вашей победы в Атланте, 96-го года. Я не проводил таких аналогий, должен признаться. Тем не менее, 20 лет. Я бы все-таки сказал о том, что за 20 лет впечатляющий багаж при формализации, при тех успехов, при исходных, с чего начинался Паралимпийский комитет, при первоначальной поддержке, в том числе и один из первых партнеров, я не исключаю государство, государство, конечно, и значение, и роль очень высокую придала и до сих пор предполагает для Паралимпийского движения как такового. Но и РАО, и ЕС, и многие другие, я думаю, что сегодня они с гордостью говорят, что они соучастники этих самых побед. Потому что вот эти ребята, которые относятся к категории увезленных по возможностям, но безграничны по своим характерным качествам. Титана духа, по сути. И многим из них жить противопоказано. Они еще умудряются доминировать не только над недугом, не только над изъятиями, а над своими конкурентами. Поэтому за 20 лет пройден огромный путь. Я рад тому обстоятельству, что борцы не остались в стороне вот этого явления, которое сделало всех нас не только еще более убежденными, что на нации победители, в том числе и в паралимпийском спорте, но и гуманнее всех нас. Потому что и безбарьерная среда, о которой мы заговорили, благодаря именно успехам паралимпийского комитета, как именно он выкрутил в преддверии Олимпийской войны в Сочи эту проблему, и в градостроительных стандартах, во многом другом, гуманнее, добрее, человечнее, наверное. А как Вы можете объяснить, что, в общем-то, борцы стояли у истоков создания паралимпийского комитета? Должен сказать о том, что и сегодня активный, яркий, в общем-то, деятель в нетрах паралимпийского комитета, Павел Алексеевич Рожков. Просим Вас занять свои места в зрительном зале. Человек с огромным опытом, как чиновник. Он смог найти, во-первых, правильные аргументы, во-вторых, подвести правильно, законодательную и подзаконную базу, нормативную. Ну и главное, он смог сформулировать не то, не столько концепцию, вместе, конечно же, с Павел Алексеевичем. Он сделал самое главное. Он убедил Министерство спорта. Министерство спорта, я думаю, сегодня, в общем-то, очевидно, довольны и выбором, и той волей, и тем, что паралимпийцы и их тренеры приравнены по возможностям, к заботам государства, к олимпийцам, к людям без ограничений. Поэтому именно Рожков, мы, в общем-то, мы не могли остаться в стороне от этого правильного, нужного дела. Спасибо большое. Спасибо вам.